Утро понедельника продолжается. И какое начало дня без хорошего, такого вкусного завтрака? И мы вас сегодня приглашаем на утреннюю порцию кофе и чего-нибудь поесть в Республику Танзанию. Расскажем, давай немножко об этой республике, пожалуйста, Анна. А, каждый раз забываю, что это я должна говорить. Хорошо, рассказываю я, так я. Объединенная Республика Танзания, крупнейшее государство Восточной Африки. Ее название придумал в 1964 году президент Джулиус Нерьеры. После объединения Танганьики и Занзибара он взял по первому слогу у каждой из союзных республик. Если имя у Танзании искусственное, то красота и богатство – самые, что ни на есть, природные. Танзания – та самая удивительная страна детских грез с животными, невероятной красоты, горой Килиманджаро и золотыми песками Занзибара. На которых сейчас так тепло, на этих золотых песках Занзибара. Говоришь, как будто бы только вернулась оттуда. Я посмотрела прогноз погоды, и там все хорошо, дожди закончились. Но давайте все-таки о кухне немножечко расскажем. Кухня Танзании, она схожа с прочими кухнями Восточной Африки. А вот на Занзибаре причудливо переплились английские, персидские и арабские кулинарные традиции. Жители материковой части страны ценят простоту и сытность, поэтому на столе всегда присутствуют крупы и картофель. Аборигены всему предпочитают рис, который варят со специями. Мясо готовят без затей, жарят на гриле или варят, но не каждый день, только по празднику. Дорогое удовольствие. Да, мясо стоит дорого. Когда возникает вопрос, а что же на завтрак, то в большинстве стран ответом часто являются яйца, булочка с маслом, хлопья с кофе, например. А на Танзанийском побережье есть только один ответ, восхитительный баазий за нацией. Это голубиный горошек, то есть такой род бобовых, приготовленный в кокосовом молоке. Обычно его подают с мандази или чапати. А вот эти два загадочных слова сейчас нам рассекретит Татьяна. Поясни, мандази. Это традиционные... Это танзанийские пончики. Анна, это пончики. Они являются одним из основных блюд кухни народа суахили, живущего на африканских великих озерах. Мандази можно встретить под названием дабо или дахир, так что учитывайте это, если придете в ресторан. Записываю в словарь. Их можно готовить и сочетать с любыми продуктами, соусами, использовать в качестве закуски. В Танзании, кстати, на завтрак едят не хлеб, а чапати. Это такая мягкая лепешка из пресного пшеничного теста с добавлением соли. Ее жарят на плоской сковородке и подают с мясным рагу или жареной курицей. Вот так вот. У нас вот говорят, кашу маслом не испортишь, но в Танзании масло продукт дорогой, поэтому такую традиционную кашу, кукурузную, удзи, заправляют медом или кусочками фруктов. Жидкую, как тесто для тонких блинчиков, кашу часто наливают в чашку и просто пьют вместо сладкого чая. Я люблю, кстати, кукурузную кашу, можно будет ее попробовать по-танзанийски приготовить. А вот запивают плотный завтрак, кофе или чаем. Тут классическая история. Африканский кофе в первую очередь известен насыщенным вкусом, богатым ароматом и почти винно-кислотностью. Варят его на открытом огне в высоком медном чайнике, добавляют туда имбирь, кардамон, корицу, какие-то другие специи. Готовый напиток подают с инжиром или сладостями. Ох, что еще нужно на завтрак? Что-то сладенькое для энергии. Вот такой вот разнообразный танзанийский завтрак. Может быть, мы вас сейчас подвигали на то, чтобы сегодня в ваш кофе тоже добавить какие-нибудь специи. А почему нет? Кстати, я вот сегодня, например, пила кофе с кардамоном. Очень даже интересно. Я, правда, ошибкой туда добавила молоко. Такая себе история. То есть у тебя сломалась кофемашина, ты решила как-то креативить, да? Не повторяйте моих ошибок и добавляйте молоко в кофе с кардамоном.